Всем привет! Меня зовут Глеб и сейчас я расскажу вам о лучших девайсах, которые вышли этой осенью. Но перед началом ролика хотел бы упомянуть тот момент, что этот топ составлял я и в нем будет исключительно мое мнение. Если же вы с ним не согласны, то отправляйтесь в комментарии и напишите свой топ. Я обязательно прочитаю и каким-нибудь образом на него отреагирую. Погнали! Открывает мой топ самый бюджетный девайс этого топа, а именно Вики от компании Смаунт. Это очень маленький и легкий девайс, внутри которого спрятался аккумулятор на 350 мАч. Работает он на сменных картриджах с сопротивлением 1,2 Ом. Картридж рассчитан на 2 мл, а максимальная мощность данного девайса 10 Вт. Работает он в единственном режиме Power. Мощность на картридж подается посредством затяжки, поскольку все кнопки на корпусе мода отсутствуют. И стоит заметить, что у данного девайса самая настоящая сигаретная затяжка. Еще одним приятным моментом является то, что ребята из компании Смаунт позаботились о нас с вами и выпустили довольно большую цветовую палитру устройств. Так что мы с легкостью сможем подобрать что-нибудь под себя. Следующим по списку идет компания, которая подарила вейпингу просто огромное количество самых крутейших девайсов. Как я говорю о компании JTEC и их новом девайсе Talrus SmartPod. Можно смело сказать, что данный девайс является инновационным. И только в момент финального монтажа я понял, что я неправильно назвал этот мод, поскольку он называется Traus. Обладает информативным экраном и настройкой мощности до 20 Вт. Также внутри этого мода спрятался довольно большой аккумулятор на 800 мА, что является редкостью среди подсистем. Работает в единственном режиме Power. Сверху мода располагается довольно большой картридж объемом 2 мл. Работает он на сменных испарителях с сопротивлением 0,6 и 1,2 Ом. Также при желании вы всегда можете приобрести дополнительно к устройству RBA базу и намотать любой из своих койлов. Также картридж обладает регулировкой обдува, но похвастаться сигаретной он не сможет. Он регулируется от более-менее тугой до хорошей кальянной затяжки. Середину осеннего топа занимает один из самых крутых девайсов в мире, по моему мнению. А именно Smaunt Pasito 2. Первая его версия обошла весь мир и завоевала сердца миллионов вейперов. А вторая версия стала еще более интересной. Аккумулятор увеличился до 2600 мАч. Картридж стал обладать просто монструозным объемом в 6 мл. Работает он на сменных испарителях, которые подходят как от первой, так и от второй версии. Также можно приобрести RBA базу, в которую можно поставить любую свою спираль. Pasito обладает большим количеством различных функций, среди которых встречаются Power, Bypass и Thermocontrol. Минимальное сопротивление, на котором работает данный девайс, 0.1 Ом в режиме Power и 0.05 Ом в режиме Thermocontrol. В этом поде есть даже регулировка обдува. Так что если вы не можете решиться, какой девайс брать, то обязательно обратите свое внимание на Pasito второй версии. Серебро я хотел бы отдать ребятам из компании GeekVape и их новому бронебойному малышу, а именно Aegis Hero. На борту девайса нас встретит большой аккумулятор объемом 1200 мАч, небольшой информативный дисплей и максимальная мощность в 45 Вт. Также девайс обладает двумя режимами парения, а именно Power и Bypass. Еще одним приятным моментом является то, что девайс заряжается силой тока в 1,5 А. И также нельзя не забывать о том, что этот девайс обладает названием Aegis, а это означает, что он защищен от воды, пыли, грязи и ударов. Из золота данного топа я хотел бы вручить компании Wupu и их новому девайсу Drag Max Mod. Это единственный девайс из этого списка, который обладает функцией замены аккумуляторов. Работает он на двух сменных аккумуляторах формата 18650. На борту данного девайса есть две функции, а именно Smart и Power. Максимальная мощность у него 177 Вт и он способен поднять сопротивление от 0,1 до 3 Ом. Единственным нюансом является то, что он работает на сменных картриджах объемом 2,4,5 мл. И на данный момент нет переходников, на которые можно поставить самый обычный атом, к примеру, дрипку или же любой другой бак. Но я думаю, что в ближайшее время ребята выпустят какой-нибудь переходничок на 510 коннектор. Но не стоит огорчаться, поскольку у ребят есть специальный картридж, который всем своим внешним видом напоминает вполне нормальную дрипку, в которую можно поставить свои любимые спирали и наслаждаться полноценным парением на дрипке. Молодцы, ребята. Я надеюсь, что данный топ вам понравился. Если вы не согласны с моим мнением, то обязательно напишите мне об этом в комментариях. Я обязательно прочитаю и отвечу вам. Спасибо за просмотр. С вами был Глеб и сигарет нет. И до встречи на нашем канале. Пока.